Добро пожаловать на Мировое Влияние. Я Билли Уилсон, и я в восторге от сегодняшнего выпуска. Мы будем говорить о предназначении. Мы будем говорить о поколении Z, новом поколении, которое находит свое предназначение в Боге. Кроме того, мы узнаем о нашем предназначении, вашем и моем, и как нам реализовать его в жизни. Сегодня мы рассмотрим Z персонажа из Ветхого Завета. Его имя начинается на Z в английском, но большинство из нас не знает его. Мы называем его Иосиф, но в Египте его звали Цафнаф Паниах. Мы будем говорить о том, как Иосиф исполнил свое предназначение в своем поколении, и как мы с вами можем сделать то же самое. Оставайтесь с нами, сегодня нас ждет много интересного. Я буду брать интервью у студентов Университета Орла Робертса. Мы будем говорить о предназначении. Давайте отправимся к студентам Университета Орла Робертса. Ребята, я рад, что вы присоединились к нам сегодня, а вы уделили время нам. Мне не терпится услышать ваши мысли в отношении тех вопросов, которые мы будем обсуждать сегодня. Итак, ребята, сегодня мы будем говорить о предназначении, о том, откуда берется наше предназначение, и идентичность, особенно в этом поколении. Откуда вы черпаете идентичность в своей жизни? Предлагаю начать с Авантесом. Мне кажется, что часто поколение Z черпает идентичность из того, с чем оно отождествляет себя. Часто мы видим что-то в медиа, по телевидению, или у звезд, за которыми мы наблюдаем, и обращаем внимание на то, чем они занимаются. И так как мы отождествляем себя с ними, это становится нашей идентичностью, в конце концов. Я считаю, что поколение Z принимает многое из того, что люди говорят о них. Они реагируют на обратную связь и таким образом формируют свою идентичность. То есть они больше смотрят не внутрь, а на то, как другие смотрят на них. И они думают, значит, я такой. Да, хорошо подмечено. А у всех ли есть уникальное предназначение в этом мире? Марта, ты как думаешь? Да, я считаю, что у всех есть уникальное предназначение от Бога. Я верю, что Господь дал разные дары каждому из нас. Каждый из нас приносит нечто уникальное. Это то, в чем этот мир очень сильно нуждается. И это действительно так. Мы втроем можем делать одно и то же дело. Но то, как я буду делать его, будет отличаться от того, как его делает мой сосед. Ясно, гипотетический сценарий, чтобы вы сказали своему сверстнику, представителю поколения Z, который ищет предназначение, или 60-летнему, который так и не нашел его. Первое, что пришло мне на ум, это спросить их, а что у вас в руках? Что сейчас в ваших руках? Что Бог дал вам? Иногда люди проводят много времени, переживая о своем предназначении, но при этом они почему-то упускают то, что Бог уже дал им в руки. Мне кажется, что наше поколение приняло ложь о том, что у нас есть лишь одно предназначение, есть лишь одна мечта, один путь, и мы всю свою жизнь ищем эту одну вещь. А что делать, если мне 50-60, а я все равно не нашла эту важную вещь? Я хочу задать серьезные вопросы вам лично. Перемотаем время вперед. Вы умираете. Возможно, вы лежите на смертном адре или попали в аварию, и когда вы оказались в этом моменте, на земном финише, направляясь в вечность, как бы вы хотели, чтобы вас запомнили? Марта, что бы вы хотели, чтобы люди думали о вас? Что бы вы хотели, чтобы люди говорили о вас, какими они запомнят вас? Марта, что ты думаешь об этом? Да, я хочу, чтобы другие сказали. Марта была настоящая, реальная, она не была идеальной, потому что никто не идеален. Я бы хотела, чтобы любовь была главной темой, которую люди видели бы в моей жизни. Вантес? Я бы хотел, чтобы обо мне говорили, что я придавал сил поколению. Я хочу, чтобы обо мне сказали, что я отдавал свою жизнь до самого конца. Я хочу, чтобы после меня мир стал, ну, хоть немножечко лучше. Джилл, уверен, что ты думала об этом? Я бы хотела, чтобы люди сказали, что ощущали любовь с моей стороны, даже в подавленном состоянии. Я хочу, чтобы они сказали, даже когда я был разбит, Джилл была со мной. Она знала меня. Я хочу, чтобы меня запомнили как того, кто посадил семя. Недавно у меня умер брат. Я помню, как люди подходили ко мне и говорили, «Знаешь, как-то твой брат сказал мне что-то. Он улыбнулся, подбодрил меня. И это осталось в моей памяти. Я хочу делать так же». Ребята, вы чудесные. Вы знаете, что я постоянно думаю о вас. Вы молодцы. Вы чудесно потрудились сегодня. Спасибо за ваши мысли. А мы снова возвращаемся в студию. Через минуту я буду делиться с вами Словом Божьим. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о предназначении, о поколении Z. Сегодня мы говорим о поколении Z, поколении предназначения. То, чему я буду учить сегодня, применимо и к вам, независимо от того, 70 вам лет или 17. Бог желает, чтобы вы были человеком предназначения. Но сегодня мы сконцентрируемся на поколении Z. Зак Меркурио сказал, «Самое новое поколение, которое вливается в ряды рабочей силы поколения Z, должно называться поколением предназначения». Competitive Solutions говорят, «Поколение Z хочет больше, чем просто работу. Они ищут работу с предназначением, с чувством реализации, которая помогает двигать мир вперед». Шейн Пруид говорит, «Поколение Z мыслит глобально и желает, чтобы их жизнь имела значение. Они прекрасно осознают свое несовершенство, зло, ненависть и несправедливость. Они ищут решений, ответов и влияния. Они не боятся умереть с молодыми. Однако они боятся умереть в зрелом возрасте, не сделав ничего значимого со своей жизнью». В этом цикле, который посвящен поколению Z, мы будем рассматривать персонажей из Библии, который очень похож на это поколение. Имя этого человека в английском начинается Z, и он может дать нам уроки, которые можно применить к этому поколению Z. Поколение Z — это люди, которые родились с 1995 по 2012. Это самое большое поколение на Земле, и оно крайне важно для Царства Божьего. Наш персонаж поколения Z описывается в Бытии 41 главе. «И нарек фараон Иосифу имя Цафна в Паниах, и дал ему жену Асенефу, дочь Патифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской. Иосифу в Египте дали другое имя — Цафна в Паниах. Это слово на египетском означает «тот, кто дает пропитание», или «тот, кто открывает тайны». Иосиф прошел путь от пастуха в Ханаане до уровня правителя Египта. Он прошел путь от неизвестного человека к истолкователю снов и человеку, который дал пропитание целому поколению людей. Иосиф следовал своему предназначению ради Бога. Он изменил свое поколение. Я верю, что уроки Иосифа можно применить и в этом поколении, которое жаждет достичь цели на земле. Итак, как же вам найти предназначение и исполнить его? Для того, чтобы найти свое предназначение, вы должны принять свою личность. Ваше предназначение связано с вашей личностью. Тот кризис предназначения, что мы видим в мире, на самом деле является кризисом идентичности. Кто мы? Почему мы существуем? Что на самом деле происходит в нашей жизни? Каково наше предназначение? Дэйл Кюм, автор книги «Секс и iWorld», написал в своей книге «Современная культура создала вакуум предназначения и идентичности». Это привело к колоссальному смятению в вопросах нашего существования и поисков смысла жизни. Эпидемия психических расстройств, поклонение сексуальности, непонимание гендера и другие вызовы связаны с неправильным взглядом на предназначение человека, отношения и личность. И я согласен с ним. Вы должны найти и принять свою идентичность, чтобы узнать свое предназначение. Ваша и моя идентичность исходят от нашего отца, не от нашего земного отца, хотя он способен значительно повлиять на нее. Я говорю о нашем небесном отце. В жизни Иосифа его идентичность базировалась на отношениях с его отцом Иаковым. Он был любимым сыном Иакова, ему дали цветной халат. Он был одет в благосклонность своего отца. Я хочу сказать вам, вы — первый вариант вашего небесного отца. Бог желает облечь вас в свою благосклонность. Когда вы понимаете, что ваша настоящая личность — это быть сыном или дочерью живого Бога, который создал Вселенную, то вы становитесь на путь понимания и исполнения своего предназначения. Бытие говорит, «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Бог сделал для нас одежду. Праведности Иисуса Христа. Писание говорит в послании Галатам, 3 главе, 27 стихе. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Когда мы отдаем свои жизни Иисусу, Бог облекает нас в праведности Иисуса. Он больше не видит нашу греховность, но видит праведность своего сына. Мы получаем благосклонность в Божьих глазах. Первый шаг к исполнению своего предназначения — принятие своей личности как сына или дочери Бога живого. Далее, второе. Мы должны принять свою мечту. Иосиф принял свою мечту. Вскоре после того, как Иосиф получил свой разноцветный халат, ему приснился сон. Однажды ему приснилось, что отец преклонился перед ним. В другой раз ему приснилось, что братья преклонились перед ним, и он начал рассказывать о своих снах или мечтах. Я хочу сказать вам, что когда Бог дает вам сон или мечту, когда вы начинаете говорить об этом, вы активируете ее. Всем нам дана общая цель — прославлять Бога, служить Ему со смирением, любить в первую очередь Бога, затем ближнего, и любить их как самих себя. Это общая цель людей на земле — любить людей и ходить в смирении перед Богом. Но я также верю, что каждому из нас дается конкретная цель. У всех нас есть общая цель, но у вашей жизни есть конкретная цель. Мы созданы уникальными. У Бога есть нечто уникальное для нас на земле. Именно в этой конкретной цели сон Иосифа был невероятно велик. Когда Бог вкладывает мечту или сон в ваше сердце, то они связаны с вашей конкретной целью. И когда вы начинаете провозглашать этот сон или мечту, то создается и энергию, необходимую для их воплощения. Итак, что нам нужно, чтобы исполнить свое предназначение? Мы должны определить свою личность как сына или дочери Божьей, принять ее. Во-вторых, мы должны принять сны или мечты, которые Бог вкладывает в наше сердце, провозглашать их. А когда мы провозглашаем их, то возникает динамика, способная изменить мир. Когда Иосиф рассказал о своем сне, у него возникли проблемы. Но он также создал духовную динамику, которая направила его к исполнению этого сна. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о поколении Z, поколении предназначения. Мы рассматриваем жизнь Цафнаф Паниаха или Иосифа. Я вернусь к вам через минуту. Незадолго до рождения Авраама группа халдеев разработала две важные вещи — изогнутый лук и двухколесную колесницу. Вместе эти вещи привели к созданию первой мобильной артиллерийской платформы. В то время, когда Бог призвал Авраама и Цифханаан, большая группа бойцов переехала в Древний Египет. Они поселились в плодородной земле Гошен, распространившись по всей долине Нилы. Их звали Гиксосами — правителями чужих земель. Авраам посетил Египет, и фараон решил, что его жена Сара красивая. Скорее всего, потому что у них были общие предки. Затем, через три поколения, в Египет пришел Иосиф. Несмотря на то, что он был рабом, он также потомок правящего класса. Он служил генералу Гиксосов по имени Патифар. После того, как он провел время в тюрьме, его вызвали, чтобы истолковать сон фараона. Халдейский правитель был склонен поставить своего соплеменника на второе место во всем Египте. Благодаря этому повышению, Иосиф стал цаф-наф-паниахом и приготовил в Египет грядущему всемирному голоду. Он даже смог привести своих братьев, отца и матерей в безопасность и избыток Египта. Его соплеменники процветали еще сто лет, пока Гиксосов не изгнал царь Акмос из Верхнего Нила. В исходе первой главе записано, «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Новые фараоны Египта сделали евреев рабами. Так было до того, пока Бог не послал другого человека с другим предназначением. Сегодня мы говорим о поколении предназначения. Мы изучаем жизнь Иосифа, которого в Египте звали цаф-наф-паниах. Он похож на представителя поколения Z. В первой части послания мы говорили о том, как Иосиф нашел и исполнил свое предназначение. Во-вторых, определив свою личность, а в-третьих, принявши свои мечты. Хочу продолжить говорить о том, как вам найти и исполнить свое предназначение, глядя на нашего персонажа, цаф-наф-паниаха или Иосифа. Далее, эта готовность выдержит свой процесс. Предназначение Иосифа требовало прохождение через болезненный и длительный процесс. Во-первых, когда Иосиф рассказал о своем сне, активировал духовную энергию для исполнения этого сна, братья возненавидели его за это, бросили в яму и продали в рабство. Его бросили в яму и продали в рабство. Он стал рабом в доме Патифара. Его оболгали, посадили в тюрьму. Его привели к фараону. Он истолковывает сны, а в итоге становится регентом Египта. Через 13 лет после того, как он рассказал о своем сне, его сон исполнился. Эти 13 лет можно было назвать адом на земле, но все это было частью Божьего процесса, призванного помочь ему исполнить свое предназначение. Это одна из проблем, с которой сталкиваются многие. Они хотят исполнить свое предназначение, но не хотят проходить процесс, через который их ведет Бог. Процесс Иосифа был болезненным. Хочу сказать вам, что если Бог будет использовать вас в силе, то процесс, через который вы будете проходить, будет наполнен болью. Но если вы понимаете свое предназначение и знаете, что Божья рука на вас, вы сможете выдержать боль. Фридрих Ницше сказал, «Тот, у кого есть причина жить, сможет стерпеть практически все». Я видел это в жизнях людей, с которыми сталкивался на протяжении многих лет. Если вы понимаете, почему, то можете принять и как. Иосифу пришлось пройти через болезненные события, но Бог провел его. Возможно, сейчас вы проходите процесс перехода от мечты к ее исполнению, от понимания к исполнению своего предназначения. Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих говорит, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Не сдавайтесь». Итак, примите свою личность, примите свою мечту, выдержите свой процесс. И четвертое, бегите от своих искушений. Когда вы начинаете проходить через процесс и воплощать в жизнь то, к чему Бог призвал вас в жизни, сатана попытается остановить вас. Он расставит для вас ловушки, сети. Он попытается отвлечь вас от того, что Бог желает сделать вашей жизнью. Так было и в жизни Иосифа. В 39 главе «Бытие» сказано, «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. В тот день жена Потифара искушала Иосифа, но он выбрал целостность, а не моральные уступки. Из-за этого он сохранил благосклонность Божию. В 1 послании Коринфянам 6 главе 18 стихе сказано, «Бегайте блуды». А во 2 послании Тимофею 2 главе 22 стихе сказано, «Юношеских похотей убегай, а держись с правдой». Не будьте, как Исаав, который продал свое первородство за миску супа. Не продавайте свое предназначение за то, что враг дает вам. В тот момент Иосиф побежал за своим предназначением. Божье слово говорит, что при искушении Бог даст нам выход. В тот день единственным выходом для Иосифа было оставить свои одежды в руках той женщины и убежать из дома. «Каким бы ни был ваш выход, бегите к нему». Сатана пытается помешать вашему предназначению. Если вы поддадитесь искушениям, ваше предназначение может пострадать. 5. Освободите своих врагов. Прощение — это движитель предназначения. Когда вы прощаете, освобождается людей, которые причинили вам боль. Вы приближаетесь к своему предназначению. Во многом, исполнение предназначения — это как лестница. Мы делаем по шагу за один раз. Обычно процесс исполнения нашего предназначения в Боге — это прощение кого-то за то, что они сделали нам. Когда мы поступаем так, мы поднимаемся, становимся больше похожими на Иисуса, приближаясь к Нему. Когда мы освобождаем этих людей, то сами обретаем большую свободу и можем исполнить свое предназначение. Когда Иосиф встретился со своими братьями, которые бросили его в яму, продали в рабство, он столкнулся с серьезным вызовом. Но в тот день он сделал то, что делал 13 лет. Освободил их. Явил им любовь. Когда Иосиф был в Египте, то называл своих сыновей Ефрем и Монасея. Ефрем означает «плодовитый», а Монасея готов забыть. Бог сделал его плодовитым и помог забыть всю боль прошлого. Бог может помочь вам сделать то же самое. Итак, освободите своих врагов. И последнее. Для того, чтобы исполнить свое предназначение, вы должны следовать к своему финишу, следовать к нему. Я спрашивал наших студентов, и хочу спросить вас, как вы хотите закончить? Как вы хотите, чтобы вас вспомнили? Что вы хотите, чтобы люди сказали, когда вас не станет? Не на похоронах, а за кулисами. Что бы вы хотели, чтобы они говорили о вас? Чем бы вы хотели запомниться? Когда вы умрете, сможете ли вы сказать, что исполнили свое предназначение или нет? Соф-Наф-Паниах Иосиф смотрел на финал, зная, чего он хотел достичь. Послушайте, что сказано в 50-й главе Бытия. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». А послание евреям говорит, верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Иосиф сказал, «Я видел конец. Я знаю, что однажды вы покинете Египет. Я пророчествую, вы уйдете отсюда. Бог освободит вас. И когда Он сделает это, возьмите мои кости. Не забывайте, что Бог привел нас в Египет ради цели. Я исполнил свою цель, а вы должны исполнить свою, захватив Ханаан и похоронив мои кости там». Хочу сказать вам сегодня, у Бога есть цель для вашей жизни. Это не только общая цель – любить людей, ходить перед Богом. Да, это Божья цель для всех нас. Но у Бога есть конкретная цель для вас. Ваш процесс может быть непростым, искушения могут быть ужасными. Но если вы будете держаться за Бога и служить Ему всем сердцем, в итоге вы исполните свое предназначение. Тогда Бог скажет вам, «Хорошо, я вернусь к вам через минуту, и мы закончим этот выпуск». Сегодня мы говорим о поколении Z, о том, как исполнить Божие предназначения в своей жизни. Сегодня мы говорили о предназначении, о поколении Z, поколении, которое находит свое предназначение в Иисусе Христе. Я хочу поговорить с вами и о вашем предназначении, и о том, к чему вас призывает Бог. Да, у всех нас есть общая цель, но как насчет вашей конкретной цели? Вы знаете, какова она? Я встречался с людьми, которым 60 и даже 70. И они не знают, каково их предназначение, цель в жизни. Они не знают, почему они живут на земле. С чего мне начать, доктор Уилсон? Как мне найти предназначение? Вы находите его в Иисусе Христе. Начните с установления своей личности, как сына или дочери Божией. Поверьте в Иисуса и позвольте Ему облечь вас в свою благосклонность. Он направит вас на пути к вашей конкретной цели. Вы не должны жить без цели. Возможно, вам 65 лет, и вы думаете, «А я могу найти свое предназначение?» Конечно, вы живы, и вы дышите. Или вам 17, и вы думаете, «Как мне сделать это, доктор Уилсон?» «Как мне найти предназначение?» Отдайте свою жизнь Иисусу полностью, растворитесь в Нем, и вы найдете себя, обретете свое предназначение. Если вам нужна помощь в этом, то напишите мне по адресу, который видите на экране. Или поделитесь своей историей о том, как Бог послужил вам через этот цикл и эту передачу о поколении Зерк. Если вам меньше 30, обязательно напишите мне и расскажите о том, что Бог делает в вашей жизни. Мы помолимся о вас, чтобы вы исполнили свое предназначение и изменили мир во славу Божию. Я Билли Уилсон, и это передача «Мировое влияние». Сегодня мы делились Иисусом с миром и говорили о предназначении, цели нового поколения и вашей цели. Вы можете исполнить ее. Бог — ответ на ваши поиски предназначения. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робинсона. Всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру. «Эмпауэрт-21». В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемена формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все началось с видения и шага послушания. Спустя 50 лет академического превосходства и духовного возрастания инновационных идей университет Орла Робертса продолжает двигаться к лучшим и большим целям. Зачем просто ходить в университет, когда вы можете стать частью наследия? Зачем просто получать степень, когда можно найти цель? Почему именно этот университет? Потому что цель не просто найти хорошую работу, но изменить мир.